да можно уже рублику создавать вечер с хайдаром или там не в обиду ну что сегодня наверное поговорим о планах текущих делах мы громко-громко на весь мир объявили что будем учебник закупать ну вот я лично отчитываю что пока на данный момент ждем ответа от редакции я вот с моей лакаем только что разговаривал и с моей лакой говорит что считает они ближайшие несколько дней не посчитает и скажет до пятого класса то есть цену и общее число то есть общую цену для всех учебников до пятого класса скажут потом видимо позже ну постарше для старшей класса учебника тоже расскажет на цену известны будут иншаллах мы выскочим на этот на прямой эфир и начнем тогда судьи требовать денежку я думаю что где не было преподавания несколько лет туда старших классов книги пока можно не закупать но смысл если они не проходили программу все мы были школьниками восьмиклассники не поймешь что там в одиннадцатом классе в большинстве случаев но смотри мы гараж как сделали мы же знаем базу только ногайского района республики дагестан а в качей эти учебники есть но имеется ввиду мы сделали как для посчитали общее количество которое нужно часть дагестанские власти компенсируют ну-ка не компенсируют у них вернее собирались уже отправлять ногайский район дагестана но часть мы сами закупаем имеется да не только для младших классов часть закупает поэтому мы заказали сейчас в общей количестве с половиной тысяч приблизительно плюс минус там по мелочи да мы заказали около пяти тысяч то есть добавили младшие классы тоже для чего для того чтобы там для преподавания раньше не было ногайском языке или может быть частные заказы будут ну кто-то например с рубите живет преподавания нет она хочет он сам своих детей научить примеру да вот детям товарищем раздадим небольшой кружок сделаем каждом регионе где ногайцы есть чтобы зачем дагестан предоставить вот так ответственность на себя не бери потому что дагестанские власти могут сами же сказать и сами же свои слова забрать они они обещают но сильно до обещаниям верить не будем конечно доверяй да проверяй но проверяй скорее всего даже мы если предоставим а если дагестан предоставит школам можно если мы раньше предоставим просто эти книги которые дагестан предоставить например направлять в другие ногайские села насчет астрахани астрахани скорее всего даст нам тоже список эльдарь идрисов президент ассоциации эдге или общественной организации да и даги он предоставит и говорит готовы помочь и в распространении и приобретение вы просто когда цену узнаете дайте нам знать мы посмотрим свои возможности но с ним тогда этот по количеству пусть он список предоставит тогда я думаю в первую очередь им выйдет скорее всего вот но чем по каким делам как по совету старейшин ты же у нас по совету старейшин да сегодня я скороча от черкесии в 4 утра выезжаю иншала и это в 12 12 или в час извините пожалуйста кошка в 12 или в час собрания совета старейшин жала первое заседание со всех регионов представлено астрахань нефтекумский район степновский район жала канглы все четыре района дагестана карачао-черкесии к сожалению делегата пока нет но как бы я буду я сам скорочаю черкесии но я им предоставлю материал что лишь решено будет так как у нас один наш аксакал болен у другого мама заболела у третьего тоже какая-то свои причины очень важные да по которым не может быть дагестане но они говорят ты езжай то решено будет скажите а в целом и идею поддерживаем свое слово свое мнение тоже скажем и как бы карачао черкесия ногайский район карачао черкесии входит совет старейшин именно то есть и регионы участвует все регионы даже общины участвует но из-за того что проблемы с коронавирусом то есть неофициальная встреча да как бы поэтому они с пониманием отнеслись что мы в этот раз них нет не приглашаем но как бы это и это и север и москва и другие целом мы с ними связывались они сказали организацию поддержим в дальнейшем присоединимся а так то что вы нас не озадачивать приехать сейчас это даже хорошо так как из-за коронавируса не работали как бы своих дел и проблем хватает а так свое решение скажете мы свое слово тоже свои пять копеек как как говорится вставят то есть они представители всех общин будут ставить историческую мишала которая будет регистрироваться и чала вас там что там по совету старейшин уже практически все готово да там нет протокол же будет официально как нет как бы протокол собрания скорее всего будет делаться и этот протокол собрания будет выслаться представителям общины карачао черкесию отправиться так как отсюда не может быть делегата я же не считаю официально делегатом как бы это несерьезно да я не аксакал почему белый цвет покрасил бороду и все аксакал не седина делает человека аксакалом а мудрость далековато но я сейчас этот в конце видео вставлю еще обращение гулатова фурман исаевича на ногайском языке очень грамотно сказал для чего почему зачем нужно собираться и так далее призвал всех вливаться совет старейшин в основном обращение к старикам с акалом но я думаю что молодежи тоже не не лишнее будет послушать там пословица наши нагайские очень красиво там все сказано мне кажется лучше чем фурман исаевич словом никто не владеет тем более по многие хорошо владеют но фурман исаевич это просто пик я знаю что у нас в нашем селе фурман исаевич учился и танцевать и театру сделал когда он еще молодой был только-только заведующих клуба поставили вот тогда он врач сделал создал театр который менее чем за полгода подготовился меньше за полгода и во всесоюзном конкурсе занял третье место представляешь он представлял нагайский народ и третье место занял по всесоюзном конкурсе невероятное достижение для маленького 600 человек красиво и он продолжает развиваться вот у людей же драк как бы идет рост а потом или останавливаться или идет вниз у этого человека альхангелем не собирается останавливаться рост у него идет он развивается совершенствуется я каждый раз когда разговариваю с ним я очень часто разговариваю с фурманом исаевичем глубокое уважение и восхищение этим человеком там мой оттай я его люблю расскажи как этот вы ранее на телевидении показывали его обращение показали по телевидению очень поблагодарили сказали очень умный человек многие не знали но не слышали до нагайцах благодаря этому человеку до его выступлению узнали награться наши братья азербайджанцы в грани и скорее что не только азербайджанцы на другие народа ирана пригласили в гости вы собираетесь по моему поехать скорее всего в следующем году поедем что у него что у меня есть загранпаспорта да мы можем в любой момент но сейчас как бы много ответственных дел много семейных дел что у него что у меня он большой хозяйстве никогда он даже не позволяет себе поболеть полежать он за скотиной смотрит там что-то там по дому делать он же сам рисует он он художник еще смотри форма настоящая вот когда моя мама невесткой пришла в их дом тогда короче она удивлялась она в шоке была вот форма садич он тогда был этим заведующим клубом потом короче в отпуск ушел и мама рассказывает представляешь встает ровно в семь часов до без пяти восемь делает свои дела там завтракать не завтракать там не знаю двор подметает может быть такие вещи делает да потом ровно в восемь часов поднимается на лестнице дому сам сам свой дом своими руками дело это и строитель тоже кстати говоря залез нарезать на стены начинает салау-малау вот эти вот вещи постройки ровно в час как немец как ну как мама говорит как немец ровно в час спускается обедает кушает без пяти собирается типа на работу одевается в одежду этот рабочую поднимается и опять ровно до пяти часов короче ну как положено так и делаю и все у него в порядке понимаешь он ведет свои записи у него там книги у него есть там выписано там откуда-то там что-то все и в идеальном порядке вот так разложено если например зауважал человека его мысли его имя откуда он записывает это по сей день да например это я по себе замечал просто он мне как бы что-то я сказал там он о очень очень правильную вещь сказал как бы зафиксировать нашала но то что я рассказывал про казаклинцев про татаристов это моя любимая тема конечно но я удивляюсь просто большинство народу да не до конца поняли вот то что я говорю они воспринимают так что я как будто против казахов выступают против татары выступают ссорю свой народ с ними да по-настоящему понял этот старик понимаешь человек которому уже семьдесят семьдесят три года да он понял до глубины души то есть он полностью понял все что я хотел сказать ну может это будет моя вина там я неправильно выражаюсь там разговариваю да ну удивительная вещь он понял а молодые не поняли понимаешь я в шоке от этого человека от своего оттая я в шоке вот этот после того как он заведующим клубом побывал в девяностых годах его народ сам толкнул выдвинул на глава администрации нашего аула и деги с десятилетним образованием у него тогда больше образования не было единственный в истории ну нагаяц может быть может даже россии такое действие он единственный человеком в истории стал которого выбрали поставили главой администрации десятилетним образованием и там он тоже вещи делал такие что там и деги в наше ау навалень назывался переименал в деги почему-то ни один из аулов нигде не переименовался а у нас переименовался в деги как захотели так и сделали вот надо у него кстати говоря спросить как под каким путем он шел возможно что этим же путем можно повторить и другие то наши села переименовались вот например говорю да потом после того как он ушел уже ушел с этого с главы администрации он не сидел как обычный человек уже старый человек да он не сидел как обычный человек он пошел поступать в исламский университет поступил 63 года принимает до 60 лет оказывается он зашел сам в институт и потребовал его принять смотрите как вот мои работы они почитали в восторге взяли его отучился на отлично теперь ученый человек три раза круто поменял свою судьбу своей жизни и до сих пор развивается до сих пор пишет книгу кстати говоря книги наши обычаи про наш про ислам который присущ именно на гайцам особенности жизни у каждого народа правильно древние обычаи все знают вот я помню в детстве когда я маленький был да еще не знаю может четыре пять шесть лет примерно было да я вот запомнил из его развлечения что он тогда молодой так красиво постоянно в папахе кстати говоря ходил вот по тем временам представляешь да этот какая-то вот вот такая вот палка короче такая да я даже не могу объяснить так как говорят это древняя ногайская игра но я лично сам не играл никогда вот такая вот палка короче там полукруглая такая и оказывается этим шевардкман кнутом по-русски да шевардкман вот так нужно бить по ней да и она раскручивается представляешь то есть искусство в том чтобы ровно в середину наверно попасть скорее всего за чтобы этот плеть это завернулась и на себя потянув его раскрутить дальше понимаешь не должна останавливаться и по очереди по кругу вот так вот джигиты так вот делать должны понимаешь вот он тогда тренировался помню представляешь когда молодой был это в восьмидесятых годах наверное скорее всего в начале восьмидесятых ну я не знаю про него если рассказывать можно легенды рассказывать часами вообще пел пел танцевал танцевал на свадьбах на всех ведущим был пока ислам мусульманином не стал на всех свадьбах ведущим был сценарий писал на 605 деге который девяносто первом году справляли да это он сценарий писал это он сценарий такой грандиозный сценарий написал вот все что всем чем он делал шахматы играть шахматы играет я в девяносто годах помню привез компьютер шахматы это первый чуть ли не в россии играть шахматы компьютеры да вот такой ерунда был и он играл примерно силу кандидата силу первого ряда и я им показал как это делается глаза загорелись короче да и он ему проиграл ему стало обидно я забираю этот компьютер и пока не выигрывает я из дома не выйду три дня играл потом пришел забирай свой компьютер примерно такой же только ну не такой яркий люди же разный роман до курман исаевич подталкивает его до старается как-то сильно не высвечиваться но такой стеснительный уважаю на самом деле вот альбий узбекчич тоже у нас он изучал по моему немецкий он преподавал немецкий и получается память района сказала что вместо немецкого будет английский он быстренько сам выучил английский и начал преподавать его вот что мне очень немецкий он знает арабский язык сам изучал тоже вел шахматы кстати говоря очень хорошо играет но силу приблизительно первого разряда я с ним играл до него докапывал до его тоже история такая интересная ходил до него докапывался врач альбий узбекчич давайте сыграй давайте сыграй а так я по всему ногайском районе съездил там всем всех выиграл и к нему пришел врач давайте поиграем а он все отмазался у меня думал что я плохо играю и я однажды я к нему прямо на урок шахмат забурился ольбий узбекчич теперь от меня не уйдете давайте сыграем ладно давай я его два раза подряд выиграл он потом мне выгнал с уроков все гадди отсюда я ушел и потом я там месяц был в ауле и он месяц меня издалека увидит шахматы у него же подмышкой вот так поставят давай играть и мы с ним 10 партий сыграем мы молодец когда я начинаю проигрывать он понимаешь что я устал все гадди отсюда прикинь шахматисты танцоры я не знаю гений это для них это масштаб а ул это не масштаб надо выводить их на большую арену мировой политики ну я думаю что приглашение с ирана есть хотят на гайца видеть хотят нас встретить можно было бы как-то делегацию организовать поехать навестить братьев себя показать на людей посмотреть как говорит а я немножко в этой культуре иранской да так как изучал знаком думаю что было бы очень даже комфортно и легко нам там можно было поехать начало будем смотреть будем сейчас главные цели до после создания совета старичный это вернуть язык и преподавание языка до земельные вопросы опустынивание это есть брать наш народ но в дальнейшем конечно я хотел бы создать конфедерацию кавказ народов совет старейшин кавказа то есть туда привлечь русских казаков армян турков мискетинцев все кавказские народы там кабардинцы аварцы даргинцы не имеет значения раз народ живет здесь их представительство это дабы силы мне и разыгрывали национальную карту да не рушили не пытались рушить нашу страну изнутри мы даже я да я в 90-м родился но памяти есть вот эти спички столкновения на национальной почве да это было и у нас карачао черпесии у нас как раз до крови не дашь не дали дойти старшие они говорили бейте отвечайте тем же но не проливайте кровь и это помогло нам сейчас спокойно жить черпес карачаоц наградится абазин где бы мы не были мы воспринимаем друг друга братьями стараемся поддерживать общаемся цельное уважение взаимное доверие если бы хоть один человек бы погиб в этих стычках было бы как у осетин и ингушей свое время они не смогли сделать и сейчас чтобы такое не произошло нужно делать совет старейшин чтобы избежать ингушкой осетинского продолжения как-то повлиять на события азербайджана армянских взаимоотношений то есть здесь есть и азербайджанцы и армяне если будет совет старейшин туда же будет выбирать народ самых мудрых любая любая проблема плохо поступил нагаяц до обратились к на их ногайским старшим ногайцы сами решили что и как поступить этим ногайцам и это удовлетворит вопрос она удовлетворит тех кто имел какие-то претензии к ногайцам не будет межнациональной карты любой вопрос можно регулировать одним звонком старшим старшие старшие на самом деле мы в россии не не просто так же кричит для нас слова старшего закон но тогда политику я думаю что не стоит есть я читаю что ты уже ногайский совет старейшин создал практически там еще последние штрихи остались правильно так практически его не существует даже сейчас готов высказать несколько мнений по некоторым вопросам но пока притормаживаем вот ну и поэтому доберешься и дай совета старейшин всего кавказа но пока не думаешь и об этом думать сначала завершит эту работу до конца это же не политика и это же не я я забыл как это звучало на английском но я вне политики ладно коротко давай обсудим на сегодняшний момент да слишком долго не хотят люди слушать и вставлю я слова и выставлю видео или мы девятого собираемся вот получается одиннадцатого до завтра мы собираемся иншаллах пизляре те кто находится в дагестане я думаю что многие в курсе если кто-то не в курсе поддержите встречающую сторону хотя я уверен встречающей стороне но кто захочет принять участие встретиться аксакалов пожать руку нашим аксакалам с других регионов будут получается от астрахани будет три карагаша один юртовец юртовский новая да может в дагестане не видели в живую карагаш нула или юртовского да нет ты ошибаешься у нас астрахани уже есть и общие брачные связи и другие связи есть и бизнес связи так что мы уже давно давно плотно связано с ними мы же не казань близко находимся друг от друга и постоянно посещаем я не скажу казани ты говоришь типа не имеет контакта в ипатовском районе туркмены нагадцы и татары обучаются татарском языку казани указание нужно брать пример они очень активны хайдар давай не будем распыляться по этим ты же знаешь если мы с разговаривать минимум на два-три часа это и уходит обсудили основное объявление сделал 11 числа иншаллах встреча прощаемся со зрителями ну как послушайте слова форма леса и чеха искать а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...